Да толстая я, толстая. Леди Гага удивила поклонников заявлением на концерте. Звезды рассказали о своих провалах в учебе. Держаться, что есть сил. Мстители не дают киноконкурентам свободы. М-бэнд ждут тебя. Не упусти шанс получить билет на концерт команды. Всем привет, друзья. Вы смотрите ревью на НТК. И с вами в студии Екатерина Краснова и я, Кирилл Мейстер. Из российского олигарха в американские бизнесмены. Певец Эмин Агаларов решил покорить мировой шоу-бизнес. Исполнитель даже выпустил дебютный клип для иностранной публики. Кому поет о любви Эмин и чем ему не угодила родная сцена? Одному Агаларову, как говорится, известно. Наследник многомиллионной корпорации, да и сам успешный бизнесмен. Хотя многие поклонники знают Эмина Агаларова с другой, творческой стороны. Ему аплодирует Киркоров. У него есть дуэт с Михайловым. В общем, при покорении российский шоу-бизнес даже не сопротивлялся. Спустя почти 10 лет в музыкальной индустрии, россиянин принял решение. Вперед! На Америку! Мне нравится лирическая музыка. Я исполняю в основном баллады. Думаю, в Америке это придется как никогда кстати. В своих силах Эмин настолько уверен, что даже успел презентовать американской публике дебютный клип. В России я делаю то, что мне нравится, но приехав в Америку, понимаю, что хочу зарабатывать еще и на музыке. Поэтому как бизнесмен я изучил рынок и отрабатываю все по плану. Насколько успешным получится амбициозный проект Агаларова в Америке, сейчас не может сказать, пожалуй, никто. Однако сам артист признался, что ни в коем случае не планирует покидать Россию навсегда. Пока Эмин Америку еще не покорил, все там обсуждают выходку Леди Гаги. Казалось бы, это особо уже ничем не может удивить, но нет. На одном из своих концертов королева монстров обратилась к фанатам и раскрыла страшную тайну. Дело было в Ванкувере. Выступая в дуэте с Тони Беннетом, исполнительница рассказала фанатам, что не беременна, а лишь сильно поправилась. Потом, чтобы окончательно развеять сомнения, девушка и вовсе принялась пить горячительные напитки на сцене. Больше не хочет детей Ферге. Исполнительница и ее супруг Джош Дюамель уже воспитывают сына Акселя. Однако мужчина желает еще наследников, а вот исполнительница становиться мамой не хочет. Звезда боится потерять фигуру, и из-за этого, по ее признанию, они с мужем нередко ссорятся. А вот Мила Йовович за фигуру совсем не переживала, когда была беременна второй дочерью. Стало известно, что на днях актриса крестила Дэшиэль в православной церкви. Ну а журналистам она постоянно повторяет, что материнство как религия, а детей много не бывает. В завершении детской темы западные СМИ пестрят информацией о том, что Кира Найтли впервые стала мамой. Более того, журналисты считают, дочь Найтли появилась на свет несколько недель назад. А родители просто-напросто скрываются от папарацци. Сама Кира пока никак не прокомментировала эту информацию. Джаред Лето закрутил очередной роман. Фотографам удалось запечатлеть музыканта в Центральном парке Нью-Йорка в компании таинственной незнакомки. Стоит отметить, что сам Джаред постоянно говорит о желании остепениться. Однако поклонники устали наблюдать новых девушек рядом с кумиром. В конце концов, теперь их имена никто даже не запоминает. Новая история любви сейчас увлечена Криштиану Роналду. После расставания с Ириной Шейк футболист так и не связал с себя серьезными отношениями. Вот и на этот раз спортсмену приписывают интрижку с топ-моделью Олесей Тедески. Но, как водится, знаменитости пока предпочитают хранить партизанское молчание. Сабина Таргаева, новости ревю. Школьная пора закончилась. Сейчас все сдают экзамены и тесты. Казахстанских знаменитостей в свое время тоже такая участь коснулась. У народной артистки Казахстана Нагимы Яскалевы с тех пор даже неут по пению. Артем Обленко просмотрел учебные табеля артистов и прямо сейчас расскажет об ужасах их школьного прошлого. В школьные года она была малышка Нагимуша со скверным характером. Как говорит сама народная артистка, училась она ужасно хорошо. С учителями были недопонимания. Свои оценки певица всегда скрывала, пока родной сын не раскусил ее, как орешек. Когда мы переезжали в новую квартиру, коробочка, где все мои документы оказались у нее, и он начал хохотать. Химия 3, физика 3, география 3, история 3, русский 3, литература 3. Мама, ты же сказала, что ты хорошо знаешь русские литературы. Я говорю, тройка это твердая четверка. А почему пение 4, физкультура 3? Я говорю, ну вот так это тоже очень твердая все, понимаете. Певец Турал тоже не особо любил школу, поэтому решил, что 9 классов ему достаточно. Да и вообще, тогда нужно было не алгебру учить, а за девушками ухаживать. Однажды родители артиста в шутку решили проверить железные знания сына. И они говорят, давай закинем ему в сумку железку такую и посмотрим. Он вообще откроет эту сумку, увидит. И я неделю, целую неделю ходил с этой сумкой. Железка внутри так и была. Потом я как-то открыл ее. Смотри, железка. Телеведущий и продюсер Адиль Лиян носил гордое звание троечник. Не до учебы ему было. Уроки пустая трата времени. Лучше провести его с пользой. И смотрел, когда у меня родители выходили там из дома. Зажидался, когда они уходили. Возвращался домой. И все, и смотрел почему-то возвращение Христофора Колумба в сериал. Неизлечимо больна синдромом отличницы певица Калия. Для нее быть лучшей – главная цель. И по пене у нее пять. Хотя… Мне ставили даже кол. Но это было сколько за поведение даже, скорее всего. Я такая болтушка-трататушка. И как-то мне поставили кол в дневник. Этот дневник я потом, как говорится, с успехом потеряла. Однако все знаменитости пришли к общему знаменателю. Учение – свет, а не учение – тьма. Правда, не только образование влияет на факторы успеха. Личные качества и безумная харизма – вот что приведет вас на карьерный олимп. Артем Обленко, Даурен Миргалиев, Даулет Атабаев, Ерлан Абдуалиев. Новости ревю. М-бэнд ждут тебя. Не упусти шанс получить билет на концерт команды. Держаться, что есть сил. Мстители не дают киноконкурентам свободы. Летающие балерины и обнаженный торс Закира. Группа «Домино» готова презентовать новый клип. Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоханссон оккупировали кинорынок. Не дают бедным артистам вырваться вперед и зарабатывать сумасшедшие деньги. Так без хлеба остались Шарли Стерон и Том Харди. Теперь актеры даже нормальную машину себе позволить не могут. Передвигаются на разваливающейся фуре какой-то. Облажался ты, дружок. А все потому, что картина «Мстители. Эра Альтрона» вот уже четыре недели подряд держится на первом месте в мировом прокате. 45 миллионов долларов за последний уикенд и 90 миллионов общей прибыли. Картина в пятикратном размере покрыла все затраты. По мнению кинокритиков, успешный период для ленты закончится не скоро. На втором месте безумный Макс. Видимо, бритоголовая Шарли Стерон и губастый Том Харди делают свое дело очень хорошо. Лента вплотную приблизилась к своему ближайшему конкуренту. 40 миллионов долларов за последнюю неделю и 150 миллионов – итоговая сумма. Главное – отрубленную руку Шарли свернуть, чтобы все было справедливо. Старушка Золушка вот уже 12 недель в прокате. Считали заморашку аутсайдером в гонке за лидерство. Однако красавица всех решила удивить и прыгнула на третье место. 37 миллионов долларов за последний уикенд и 350 миллионов за общий период на большом экране. Земля будущего с Джорджем Клуни в главной роли скромно разместилась на четвертом месте. Даже безумная привлекательность голливудского мачо не помогает раскрутить картину на должном уровне. 27 миллионов долларов. Хотя кинокритики дают дополнительное время космической ленте. Мол, все еще впереди. Артем Обленко, новости ревью. У мопомрачительной вечеринки ничто по сравнению с казахстанскими летающими балеринами. Серьезно вам говорю. А я собственными глазами видела это чудо в клипе у группы Домино. И еще, девочки, что там творит Закир своими кубиками? Клип «Феерия» группы Домино стал для ребят некой презентацией нового состава. Именно в этом видео поклонники впервые увидели солистку Монику. Процесс съемки артисты завершили за 10 часов, зато более месяца. Группа дизайнеров занималась спецэффектами. Чуть-чуть необычный клип для Казахстана. Графика. Но, в принципе, ребятам удалось, там профессионалы работали. Сделали. Единственное, да, дорого. На самом деле компьютерная графика обходится недешево, особенно если она хорошего качества. В этом клипе критики не нашли того, к чему можно было бы придраться с технической точки зрения. Технических ошибок не было. Ребята, как говорят, от кейна хорошо, отснято хорошо, камера хорошего качества, светлости было замечательно. А все остальное – это уже творческие фантазии. Айгуля отметила, что этот клип в любом случае найдет своего зрителя. Человеку, зрителю, которому нравится такая музыка, ему понравится такой клип. Потому что в целом песня и клип вполне гармоничны, они отвечают за задачи друг друга. Немного не согласился с режиссером ведущий одной из радиостанций. Как зрителя и слушателя Юрия творение доминошек не зацепило. От этого «Ахать и охать» на мой взгляд не будут. Ну, это трек, который можно посмотреть, позалипать в него так приятно, иногда вечером посмотреть. Но я вот, допустим, не смогу даже напеть сейчас его. Я не помню о чем. Сам Закир признался, что только за графику в клипе ему пришлось заплатить около 6 тысяч долларов. Оправдает ли клип ожидания поклонников, пока неизвестно. Ну, а вы можете прямо сейчас посмотреть его в интернете. Сабина Таргаева, Даурен Мергалиев, Ганик Алуов. Новости ревью. Все хорошо в Алматинском зоопарке. Животные сыты, везде прибрано делятся интернет-пользователи. Но картина была бы неполной без своей ложки дегтя. Некоторые посетители физически вредят обитателям зверинца. Все подробности рассказал Мурат Матурганов. Буквально только что с фотосессии в образе Чарли Чаплина Матурганов проводит рейд по зоопарку. Так как ярко-красный знак красуется здесь, по всей видимости, просто так. Игнорируя призыв, многие посетители алматинского зоопарка угощают животных совсем не полезной пищей. Чипсы, попкорн, конфеты. Все идет в ход. Это очень большая проблема зоопарка всего мира. Очень много животных погибает из-за этого, потому что люди в основном кормят шоколадками, чипсами, попкорном. От этого у них не сварение в желудке. И часто это происходит летально. То есть животные не выживают. Наказывать горожан штрафами неправильно, считает Мурат. Во-первых, законы зоопарка носят больше условный характер. А во-вторых, никто из посетителей не имеет цели намеренно отравить зверей. Хорошая программа в Европе – это волонтеры. Вот волонтеры, если бы стоял у каждого в Валере и говорил, вы знаете, к сожалению, нельзя этим кормить, но можно вот этим, вот этим. Потом соцсети, они очень помогают. Мы можем с помощью соцсетей донести людям, что приходите с морковкой, с яблоками, с картошечкой, с капустой. Кормите тем, чем можно. В планах руководства зоопарка есть спецаппарат, выдающий за весьма символичную плату только полезные продукты, делится мутурганов. А пока есть то, что есть. Что примечательно, во время нашего визита более сознательными в кормлении животных были дети. Морковку продавали по 200 тенге около входа, чтобы кормить животных. Свою еду, конечно, лучше своей едой не кормить животных, я так думаю. Да, нельзя кормить, но мы же отечественным товаром кормим. Печеньем своим. Печенькой, конфеткой. Карамелькой печенькой. А везде, что таблички... На глаза не попалось ни одна. Если нам от всевозможных сладостей придется идти лечить зубы, то животным вредное угощение может стоить жизни. Увы, вот так далеко не романтично может закончиться обычный поход в зоопарк. Овощи, фрукты, сено, хлеб. Этим продуктом питания в зверинцы будут рады куда больше. Донара Жуманова, Дима Сюйфула, Никита Хасанов, Новости Ревью. Никита Киосе, Владислав Рам. Артем Пиндюра и, конечно же, Анатолий Цой. Эта веселая компания томится в ожидании, когда же зрители Ревью выиграют оставшиеся билеты на их выступления. В общем, в ваших руках успокоить М-бэнд и забрать свой презент. Зато выход видим мы и готовы порадовать своих телезрителей билетами на М-бэнд. 2 июня парни выступят в Алматинском ночном клубе. Ревью – это своего рода проводник к яркому шоу. Малыш, мне кажется то, что я иду ко дну, еще одну и завяжу, но еще одну. Хватит петь в машине, ребята. Казахстанские поклонники ждут ваши хиты. Все. Например, вот этот. Она вернется, она вернется. Или же этот. Дай мне то, о чем тебя я всю ночь прошу. В общем, выбрать будет из чего. Главное теперь правильно ответить на наш вопрос и дозвониться первым в редакцию. Какую песню исполнил Никита Киоссе на отборе перед Константином Меладзе? Номер телефона неизменный – 244-88-33. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. А мы увидимся с вами уже завтра, теперь в 20.40. Пока!